Доброе утро, СтопГейм! В эфире InFact! В сентябре этого года, в контексте презентации новых видеокарт от NVIDIA, также был анонсирован игра Fonista Remaster 1 Portal. Теперь же NVIDIA выкатила трейлер обновлённой игры, а также стала известна дата выхода. Релиз Portal with RTX состоится 8 декабря. Новая версия будет содержать улучшенные модели и текстуры, тени и освещения на базе Ray Tracing, NVIDIA Reflex, DLSS 2 и DLSS 3. Правда, последняя технология будет работать только с видеокартами 40-й серии. Также известны и системные требования, но с ними вы уже можете ознакомиться в индивидуальном порядке. Помните опросы вроде «кто ты из феечек Винкс» или «какой ты из смешарик?» Так вот теперь можно узнать и к какой из шести ведьмачьих школ ты больше всего расположен. CD Projekt Red запустила на ведьмачьем сайте тест из 10 вопросов, который и определит твою ориентацию. А тем временем третий финансовый квартал 2022-го стал для компании самым успешным за всю её историю. Главную роль в этом сыграла Cyberpunk 2077, а конкретно обновление 1.6, 50% скидка на игру в Steam и аниме-сериал по мотивам. Продолжение Edge Runners так и не подтвердили, но проекты намерены развивать франшизу киберпанка и в других медиа, например, в анимации или съёмках с живыми актёрами. А ещё в отчёте нашлась строчка, в которой указано, что ремейк первого Ведьмака будет игрой в открытом мире. Но, разумеется, никаких пояснений этому не даётся. Ежедневно миллионы игроков нарезают друг друга в сетевых баталиях. Уж и не счесть, сколько на данный момент успели выпустить всевозможных онлайн-боевиков. Однако, далеко не каждый из них может похвастать наличием интересного сюжета и полноценных PvE-компаний. А вот бесплатный онлайн-шутер Warface может. Недавно вышло свежее обновление, которое добавляет в игру новую сюжетную PvE-миссию «Каньон». Нам предстоит с боем пробиться в засекреченный военный комплекс и уничтожить передовую разработку противника. Однако здесь нам придётся схлестнуться сразу с обеими фракциями оппонентов – Warface и Blackwood. Собирай друзей в отряд и дай отпор новым бойцам врага. А кроме этой, в игре есть и множество других миссий на любой вкус, которые забросят тебя в самые разнообразные точки мира. В Warface регулярно выходит свежий контент и проводятся всевозможные ивенты, так что точно не заскучаешь. Кроме того, перейдя по ссылке в описании, ты можешь бесплатно забрать специальный набор снаряжения, который придётся очень кстати при прохождении каньона. Клацайте по ссылке в описании, забирайте подарки и врывайтесь в Warface. Вот уже год программист Иван Новожилов и автор канала 2Unreal4Underground корпят над полным обновлением Need for Speed Underground 2. Фанаты переносят игру на движок Unreal Engine 5, и на днях они выкатили 8-минутный геймплейный ролик. В нём показано обновлённое меню, тюнинг и, конечно же, езда по улицам Bayview. А дабы придать покатушкам эффектности, город накрыли дождём. И, наконец, представили систему SMS-оповещений. В ремейк уже внедрили весь автопарк из оригинала, а вместе с ним и все запчасти, краски, наклейки и прочую косметику. Авторы новой Underground 2 считают своим главным достижением реализацию системы подвески на направляющих стойках с настраиваемым углом наклона. Изначально проект создавался под предыдущую версию движка, однако благодаря переходу на новые рельсы в игре улучшилась производительность, стабильность физической модели, предсказуемость симуляции и качество текстур. Посмотреть свежий видос полностью можно по ссылке в описании. Даты релиза у проекта всё ещё нет. А вот другая команда энтузиастов представила трейлер масштабной сюжетной модификации для Metro 2033 под названием «Наследие». История посвящена событиям, которые разворачиваются после Metro Last Light и идут параллельно роману Metro 2034. Артёма на посту протагониста сменил другой новобранец Ордена. Ему предстоит исследовать небольшой, но открытый мир, охватывающий территорию от Киевского вокзала до Смоленской площади в реальных масштабах. Кроме того, моддеры готовят три новые станции, сеть соединяющих туннелей и катакомб, ворох побочных квестов, знакомых персонажей из книг, которые ранее в игре не появлялись, новые стволы, переработанные звуки и полностью переработанный интерфейс. Сейчас мод переносит с движка оригинальный Metro 2033 на редакс-версию. Проект завершён на 60%, но работа впереди ещё не початый край. Когда выйдет «Наследие» — неизвестно. Отечественная студия Callback, состоящая из двух человек, работает над игрой под названием «Кужлёвка» — этакое прибытие Дени Вильнёва, но в постсоветской глубинке. И уж что-что, но актёрский состав на озвучке персонажей поистине мощный. Борис Репетур, Александр Воронов, Владимир Голицын, Борис Николаевича Ельцина в игре озвучат Всеволод Кузнецов. Примеры озвучек можете глянуть в новости по ссылке. Уши игроков порадуют не только сами голоса, но и отсылки, которые содержатся в фразах. Например, другой герой, господина ведьмака, произносит знакомое «Никак они не научатся». А ещё один герой говорит «Опять на связь выходишь, му-нехороший ты человек». Разработчики отмечают, что мат в игре будет, но только там, где это необходимо. Мы должны будем наладить контакт с пришельцами, которые почему-то исполняют все желания тех, кто посещает пришвартовавшуюся летающую тарелку. А для этого придётся формулировать желания человека и передавать его чужим. Обещают нелинейный сюжет, бурные политические дискуссии по теме 90-х и атмосферу родной бабушкиной деревни. Релиз игры состоится в феврале только на ПК. Square Enix вовсю готовит к выходу Crysis Core Final Fantasy VII Reunion — ремастер игры 2007 года, вышедший эксклюзивно на PlayStation Portable. Разработчики выкатили релизный трейлер, а портал Game Informer опубликовал 14 минут геймплея. Reunion является приквелом «семёрки», но порулить нам предстоит солдатам второго класса на службе у корпорации Шинра юным Заком Фейра. Хотя Клаута, снимая Сефирот, тоже появится, но уже в качестве неигровых героев. В обновлённой версии игроков ждут посвежевшая графика, переработанная боевая система, саундтрек и полная озвучка на английском и японском языках. Игра стартует 13 декабря на ПК, Xbox, PlayStation и Switch, без русского перевода. Ubisoft продемонстрировала следующее дополнение для Far Cry 6. Lost Between Worlds позволит игрокам путешествовать по мультивселенной Острова Яра и контактировать с инопланетным разумом, который и открыл главной героине доступ к альтернативным реальностям. Нам придётся пробежаться по действующему вулкану, подводному аналогу столицы и прочим мыслимым и немыслимым фантастическим местам. Релиз состоится 6 декабря. Когда-то Трой Бейкер, исполнивший роль Джоэла в The Last of Us, не понимал, почему его герой поступил в финале игры именно так. Актёр просто следовал своему сценарию. Но в недавнем интервью он признался, что теперь, когда у него появился собственный ребёнок, он совершенно иначе взглянул на поступок Джоэла. «Теперь у меня есть сын, и я не знаю, что случилось бы со мной, если бы я его потерял, но я точно знаю, что спас бы его любой ценой», — говорит Бейкер. Также он высказался по поводу сорви головы, чьим поклонником актёр является с давних пор. Трой изъявил желание изобразить этого персонажа в какой-нибудь гипотетической игре, ну или выступить геймдиректором такой игры. Но это всё, конечно же, чисто теоретически. И с новостями у меня на сегодня всё. Обязательно загляните к нам на сайт и ознакомьтесь с обзором The Dark Pictures The Devil in Me от Яна Грибовича. И обратите внимание на дайджест игр, которые мы могли пропустить в ноябре за авторством Кирилла Волошина. Приятного аппетита и хорошего вам дня!